ребят всем привет с вами серега силов это новая серия стилов daily всем желаю хорошего дня и мы начинаем с вас лайк авансом кому не сложно сейчас приехал в свой гараж выгрузить кое-какие ништяки которые уже накопились тундре это конечно же канистра которая купил шонгсе тогда випи рейсинг смотрел формулу дрифт и у них там у всех стоят в тех парке канистры випи рейсинг короче реально надеюсь качество и надеюсь с крышками ничего не будет потому что в моей канистре которая тоже была типа такая спортивная у нее вот этой крышкой проблемы и вот с этой крышкой были проблемы она раскололась потом не заменили на новую но все равно она протекала здесь еще отдельно идет вот этот патрубок который вот сюда закручивается и уже можно заправлять тачку короче удобная вещь конечно дорого стоит да реально дорого но зато на долгие годы наверное взял розовую яркую ну чтоб по тачке такой стиль далее мне пришли два подшипника это подшипники к ступицам гтр помните я заказывал вот они пришли спб тюнинг мне доставил их с форварда посмотрим как все выглядит казалось бы просто подшипник но нет подшипник все-таки от гтр ступиц вещь стоит дорого 10 тысяч рублей подходит как раз вот на эти ступицы ну и здесь 2 лежит на вот кстати их номер и еще купил масло проставку на мотор который пойдет на просливу масло проставка называется black rock посоветовали мне эту фирму это не китай если что вот так она выглядит довольно такая массивная с логотипом здесь под датчики давления температуры под аэн фитинге n10 и вот такие тут масло каналы на самом деле самое главное в таких всяких проставках любого производителя самое главное чтобы вот эти все отверстия которые под масло каналы они были не заужены вот у нас есть фитинг on 10 это так сказать золотой стандарт сечения масла проставок масло кулеров и у него есть конечно же свое вот сечение внутри и главное чтобы сечение внутри проставки не было уже чем вот этот краса 10 здесь в принципе все четко и никаких как бы заборчиков здесь тоже в принципе не вижу извините за мои грязные руки этот фитинг идет в комплекте он вкручивается вот сюда в комплекте уплотнительные кольца идут вот такое и вместе с фитингами вот раз все упаковано прямо отдельно это респект это нравится и сам вертыш в блок еще один с разными резьбами чтобы подошло и на toyota на nissan и вот такой вот комплект и через армированные шланги подключается масло кулер ну и соответственно все это идет обратно в двигатель уже охлажденное масло маслоперенос делать не будем в принципе фильтр и так удобно скручивается при замене так ребята у нас посылочка прямиком с японии я думаю многие уже поняли что это такое такая вот коробка гигантская довез я эту коробку до гаража своего сейчас будем распаковывать я думаю многие из вас уже поняли что это а кто подписан на мой инстаграм вот он кстати уже даже увидел что это поэтому все самое свежее появляется конечно же там stories перед нами просто громадная коробка 326 power он аж в два стеллажа больше капота сразу предысторию вам расскажу посылка очень быстро пришла прямиком из японии оплатил ее 1 октября а сейчас 24 ноября я ее забрал из транспортной ну есть же двух месяцев я считаю это супер быстро с учетом того что она вообще ехала из находки думаю она из находки ехала больше чем из японии в россию помог мне лёха лекс авто это не реклама ну а как бы мне дал скидку но это не реклама респект ему что все четко как обычно в принципе вот он не вот этот обвес оригин лаба тоже вез и он достаточно быстро приехал самое приятное это конечно же открывать ништяки у ля-ля что у нас там кайф чистый кайф это спойлер 326 power легендарный спойлер дикая лавка оригинальная самое главное из японии были нифига на весит она реально тяжелая вот она с логотипчиком такой выштамповкой прямо на спойлере их логотип корона 326 написано все запаковано спойлер не разбит вроде как целый но сейчас мы распакуем и еще далее наклеек наклейка 326 power такая топовая наклейки от лекс авто и каталог 326 power japan вот это стиль вот это стиль надо обязательно взять почитать волк на геттер тут ништяки круто на джи тишку сама компания 326 power я думаю многие они слышали знают видели она славится супер необычными обвесами необычными спойлерами такой реально агрессивный нестандартный японский стиль вот они этим прям славятся и у них конечно же ну у них есть обвесы да свои ну они так на любителя скажем у них все на любителя но у них есть вот эта лавка вот этот спойлер и вот он прям дико крутой самый прикол из-за чего я вообще его купил я вот давно хотел очень давно хотел но я понимаете я дрифтер я там не стенсер я не делаю тачку на выставку которая будет только стоять и там ничего не делать да и вы сами понимаете покупать супер оригинальный спойлер дорогущий спойлер за много денег и разбить его не знаю на культуре заноса покрышки сразу с одного раза разнести но это просто нецелесообразно это это глупо поэтому конечно же я изначально хотел взять копию этого спойлера чтобы ну кто-нибудь делал или просто скопировать его и соответственно просто купить копию уже за адекватный какой-то прайс но спойлер оказался очень эксклюзивным и копий реально нету никто его не делает не копирует а те кто сделали копии у нас даже есть петербурге копия его отказываются продавать только для себя никаких там продаж и так далее я даже практически выхватил с рук ну такой спойлер он был уже привезенным в россию в москве лежала у человека знакомого то есть он его продавал по обычному прайсу за сколько он его покупал да просто он ему не пригодился я хотел его купить но когда он узнал что ну то он спросил ты сделаешь копию игру конечно сделаю я не хочу его на халяву разбить он такой нет я отказываюсь тебе продавать вот так вот то есть есть такая тему 326 power спойлеров почему-то все думают что какие-то они супер эксклюзивные они действительно супер эксклюзивные лишь потому как и обвес там liberty волк да например почему он эксклюзивный что дорого стоит необоснованно дорого вот за кусок вот этого пластика со всеми скидками да а скидки у меня были ну порядка там около 10 тысяч рублей да короче этот спойлер сдав с доставкой сюда естественно я вез в брешетке сейчас доставка вышла в 5 500 только потому что ну естественно ты везешь такой спойлер в брешетке потому что не хочешь чтобы тебе его в транспортной зафигачили короче да он со всеми доставками мне вышел в 65 рублей представляете спойлер за 65 рублей ну естественно я не хочу разбивать на халяву покрышки поэтому конечно я сделаю копию о всех процессах и дальнейших планов по этим изделиям конечно же я вам сообщу но сейчас не об этом сейчас давайте посмотрим на этот спойлер он естественно предполагается на мою про сливу такая она будет на стиле во всяком случае хотя бы первый ее внешний вид будет с этим спойлером да он весит много но блин за красоту приходится платить я думаю с этим обвесом супер широким вот этот широкий спойлер он будет вот так вот зачетно смотреться хотя наверное не очень разумно именно по весу потому что здесь явно там плюс 4 килограмма лишние до которые хотелось бы скинуть но блин стиль так сказать требует жертв или как там говорится вот такая у нас история получилась со спойлером с этими копиями со всеми если честно не очень понимаю ребят которые там против этого именно ну то есть они сами катаются на копиях обвеса но спойлер они не хотят делать копию и не хотят давать делать копию ну мне кажется все таки если бы не было бы у нас наших русских производителей да мы бы реально катали все бы на стоке или на каком-нибудь супер пайном восстановленном оригинале уже по сто раз иначе просто этими ценниками с курсом этим до курс в 30 рублей окей можно купить покупать себе оригинальные запчасти оригинальные бампера в принципе даже их ломать спойлера и так далее но курс какой сейчас у нас да ну не реально заказывать что-то с японии это еще идет очень долго да вот почему я просто про это все завел разговор это все идет очень долго это очень дорого стоит это вот так вот в секунду ломается на дрифте понятно что если машина не для дрифта вся собрана на оригинале это круто она стоит она но ты ее не будешь бить и столько там в нелепую дтп там не пойдет кто-то все притрёт но если ты занимаешься дрифтом то ну ты по-любому бьёшь свой автомобиль и как бы для дрифтера особо не имеет смысла там он не особо не имеет ценности там оригинал не оригинал ему главное чтобы все смотрелось неплохо все снималось быстро красилась подгонялась останавливалась да и ездил и все поэтому я ничего не имею против китайских обвесов копии обвесов китайских дисков копии дисков конечно оригинал круто но в дрифте не знаю хочешь выкидывать деньги вот так вот на ветер конечно катайся на оригинале если у тебя они есть если не проблема его просто если хочешь где-то сэкономить где-то более рационально поступить мне кажется копия то самое то конечно же я своего веса буду снимать копия просто еще этим не занялся потому что я хочу подобрать точно того человека кто во первых точно мне их сделает срок в срок до навстречу друг другу пойти потому что матрицы делать очень дорого ну и соответственно буду кататься на копиях потому что не рентабельно кататься на оригинале этом всем я уже вам сто раз это сказал поэтому я считаю что вот это все эти русские производители да наше все импортозамещение она очень хорошо складывается на развитии всей этой gdm дрифт движухи в россии не было бы этого всего реально у наверно 90 процентов бы ребят просто не было бы крутых пластиковых изделий это мое мнение вы что думаете можете тоже написать в комментарии кто-то может быть против кто-то за но я постарался объяснить четко свою позицию самое главное что если бы это все стоило реально доступно именно на русские деньги как это было в двенадцатом году да а то и раньше не проблема но сейчас это реально недоступно и поэтому вот у меня есть уважение да я купил реально за дорого этот спойлер ну 65 тысяч это дофига я считаю за спойлер ну я планирую его полностью окупить вот именно полностью вообще в нули ну собственно спойлер распечатан сейчас сделаю на него небольшой обзор опять же многим интересно как выглядят изделия из японии оригинальное изделие я вижу что его надо подгонять по плоскости точно он очень большой реально большущий смотрите на эту коробку вот смотрите на капот но реально гигантский но он шире багажника потому что сейчас вот прям продемонстрирую потому что вот капот от сильвея насколько он его шире это изделие конечно очень здорово подходит под именно широкую машину не на сток обвесах и я думаю вот эти обвесы которые лежат там в коробке origin labo type 3 кто забыл как они выглядят вот так я думаю этот спойлер будет супер агрессивно смотреться и так сейчас посмотрим на изделие оно из стекла волокна обычного здесь она заматовано есть логотип это определяет как бы как раз таки оригинальность спойлера многие спойлера есть такие на ebay и они без логотипа у него вот эти клыки очень такие острые агрессивные но здесь опять же все заматовано просто ножки но не сказал бы что плоскость идеальная она нормальная адекватная но не прям идеальная как мне кажется тебя с другой стороны я думаю если это все зашкурить все равно это все под малярные доработки зашкурить загрунтовать и я думаю будет порядок это кстати универсальный спойлер он подходит на множество автомобилей его можно ставить и на с 15 и на с 14 и на 180 с x можно ставить на тойоты короче на все тачки на самом деле его можно ставить и он подходит то есть если у вас там широкий обвес кинь фендеры лютые не знаю на лаур конечно он не подойдет так по стилю но под какие-нибудь такие на эти купешки я думаю он взойдет широкие и у него вот есть вот эти ножки они как бы считаются универсальные и по-хорошему переверну его да по-хорошему эти все ножки их надо подгонять именно под кузов именно под ваш багажник и тогда он будет смотреться так едино прям с машиной где-то их вырезать где-то подшкурить и тогда спойлер прямо будет с машиной смотреться едино ну в принципе вот так это все выглядит что-то я погорячился наверно с плоскостями с плоскостями здесь все порядок просто как бы заматовано зашкурена вот здесь еще один логотип 326 который дает конечно же крутости вот такое изделие ребят ставьте лайк этот спойлер наконец-то у меня появился я нереально рад потому что давно его хотел он но смотрится реально агрессивно необычно даже хочется примерить его на свою сливу посмотреть как это будет но с другой стороны мне хотелось бы конечно какого-то контраста то есть есть моя слива синяя с таким минимальным можно сказать обвесом с очень аккуратным обвесом до не вызывающим и будет про слива которая будет цветом ливрей своей очень агрессивно необычно нестандартно выглядеть ну подсказочка как лавр да и который будет внешне вся супер нестандартно выглядеть с вот этим обвесом и конечно же с этим спойлер делал фоточку просто рандомно открыл страницу зацените какое секс тут просто лютый очень круто выглядит весь на ништяках 326 power как раз таки на таком же спойлере видите как подпилен не знаю видно вам или нет надеюсь что видно у него ножки очень интересно подпилены прям так вырезаны вот например на с 13 они тоже под вырезаны немного по-другому тоже вырезаны а вот например как он стоит на с 15 здесь как будто по минимальному доработано у них есть кстати даже маленькие вот эти дактейлы как у меня на сливу такие козырьки козырьки да скорее рычаги всякие блин этот каталог залипательный вот например здесь у этой сливы смотрите как подпилены ножки они тоже видите залезают на крышку багажника с торца залетел в спб тюнинг просто увидел что только что выложили пост насос 2gz gte в наличии есть конечно же я сразу его забираю тот самый насос который у меня сразу откинулся у меня тоже был новый он не проехал даже 100 километров вот теперь нужен новый насос потому что то восстанавливать никак оригинал все самое лучшее как обычно с пустыми руками я отсюда не выхожу помимо насоса пришли еще маслосъемные колпачки на gz их забрал и вот пацанам бус моторс нужен пайпинг тоже его забрал я приехал в бус моторс привез запчасти серёга уже ставит маслосъемные то есть они поставлены засухаривает клапана спец инструментом сегодня тут спокойная атмосфера тачка булкина тема собирает свой у тебя же вы кушка вы кушка пушка да это вы кушка здесь хранилась все лето просто на столе темы не было времени сейчас он наконец-то клеит поддон а гоша мне помогает отвечать одному lz мы тут с ним переписочку ведем куда мазать сейчас вы соберем мотор скажи ну и на этом наш и ролик и день подходит концу огромное спасибо что посмотрели этот видос в принципе сегодня главное событие это конечно же лютый спойлер 326 power и с вами был серега стилов стройте тачки и до новых встреч